И снова ярмарка меда. На этот раз празднество проходили у торгового развлекательного центра Баше. Порядка 20 пчеловодов представили результаты работы своих пчелок. Сладко настолько, что люди вмиг набежали. Мы открываем сегодня прекрасное мероприятие, которое проводится в рамках реализации муниципального проекта по увеличению потребления меда жителями Староскольского городского округа. Мы рады, что сегодня этот праздник посетили жители нашего округа. Значит, этот праздник уже нашел свое признание со стороны как взрослых, так и детей. В этот раз решили подойти творчески к процессу дегустации и провести, можно сказать, анонимный конкурс. На нашей ярмарке сегодня представлена продукция 15 пчеловодов. Вот эти пчеловоды. Мы сделали отборку меда. Каждый дал по два, по три образца. Мы их обозначили под номерами. Обозначили, допустим, какой-то мед цветочный, липовый или гречишный. И теперь предоставляем всем населению попробовать, горожанам попробовать. Всех, кто сегодня участники нашей ярмарки, праздника. Вот сейчас продегустируют мед и каждый отдаст свой голос, какой ему мед понравился. Кстати, сами пасечники потребляют очень много меда. На самом деле вы сами-то его едите? Ой, естественно. У нас на нашу семью уходят четыре фляги. Месяц? Нет. Вот за день. Здесь же плоды своего труда представили и староскольские виноградари. Раньше мы и не могли подумать, чтобы у нас рос вот такой виноград. А сейчас есть чем гордиться. Значит, лет 20 назад никто не думал, что у нас будет произрастать виноград. Теперь видите, что у нас, в принципе, те сорта, которые растут на юге, и мы оттуда выписываем все сорта, они прекрасно у нас растут. Если выписывать и иметь ранние сорта, они всегда созреют. Ну, вот ранние, ранние, средние, но поздние – это уже проблема. Будем говорить, у меня не хватает солнышка. В общем, ярмарка прошла, как всегда, на ура и стала уже доброй традицией. Субтитры сделал DimaTorzok